Давайте проверим, что она не крашена. Видите, до 100 микрон не крашена. Но все сколы полностью ржавые. Раз ржавчина, два ржавчина. Три, четыре, пять, шесть, семь. И даже под пленкой, где у нас, получается, сколы прилетали. Да, сильный удар, видите, пленка. И даже там выступает ржавчина. Однозначно тоже надо заливать пленкой, капот, значит, потому что будет точно так же. Да, да, будет ржаветь. Друзья, всем привет, приветствую вас на своем канале. Продолжаю вас знакомить с ценами на автомобили. В этот раз у нас будут автомобили Джили с пробегом. Вадим сегодня у нас тоже видео, мы тут немножко прошлись, встретились, пообсуждали цены на автомобили. И, если честно, мы немного, да не немного, мы просто в шоке от этих цен на бэушные автомобили Джили. Я думаю, что в комментариях вы тоже нас в этом плане поддержите. И что мы заметили, что очень много автомобилей Джили у нас с ржавчиной. Это касается и М-Грандов, это касается Атласов. Где нет пленки, да. И это касается даже Кулреев, где капот у нас получается неоцинкованный, где есть наклеена пленка, там вроде бы все нормально. А чуть дальше глубже у нас просто там куски ржавчины уже на этих автомобилях. Ну, сейчас мы вам покажем цены и покажем места, где в основном ржавеют Джили, Кулреи, Джили М-Гранды и Джили Атласы. Ну, вот этот у нас М-Гранд, конечно, попался, цены на него нету. Но он много в державы и посмотрели мы, что он по кругу просто крашеный, в круг. У него везде просто, ну, скажем так, да, 180-200, даже, по-моему, и крыша немного заливалась. Да, видите, 157 на крыше, это очень много, обычно до 100. Эта машина в круг крашеная и цены на нее пока не видно. Ну, вот, скажем так, стоит такой же М-Гранд, это у нас, получается, 20-го года, 2.0 бензин, пробег 45 тысяч и цена у него 19850. И прошу обратить внимание, что вот тут на двери был видно когда-то небольшой скол и он уже весь ржавый. Просто-напросто у него уже даже вокруг вздулась краска и внутри там есть ржавчина. Хотя так, автомобиль вроде бы не крашеный, хотя, возможно, двери крашены, 136, но, в принципе, в допуске. А, ну и капот, вот видите, он весь повздувался, с учетом того, что машина у нас 20-го года выпуска. Естественно, у нас М-Гранд не оцинкованный и он, естественно, ржавеет. Так, дальше смотрим, еще у нас один М-Гранд, 19-го года, 1.8 бензин, механика, 107 тысяч километров пробега, 14 тысяч 700 долларов. Ну и этот, этот автомобиль, и тоже, смотри, вот мы и не замечали с тобой, вот эта кромка, она просто вся ржавая. Вся ржавая, и по ходу, а, так она еще и крашеная, 313. Опять крыша, все вот эти вот проблемные моменты, полностью все. Да, 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 вот есть вздутие. По всей длине, да, да. Но тогда дверь еще плюс и крашеная, поэтому, когда вы приезжаете, даже у дилера, это у нас на джили-центре, на Тимирязево, машины, смотрите, очень много машин битых и крашеных. Да, весь, ну весь капот видно, что он весь повздувался. Ну я думаю, что, наверное, да. Ну вот родной слой краски до 100 микрон. До 100 микрон. Вот получается, с крыла 110, капот 100. Здесь я вижу пленка, на крыше пленка. Да, да, хоть человек, хоть что-то защищал, да. И цена 17900, 18-го года. Ну, мне кажется, это очень дорого. И пробег у нас 103 тысячи километров. Почти 18 тысяч долларов. Конечно, для этого автомобиля это очень много. Дальше у нас идет Coolray. Получается, 21-го года выпуска. 1,5 бензин, автомат. 17 тысяч километров пробега, очень мало. 22 тысячи 200 долларов. Давайте посмотрим по покраске. Капот у нас на Coolray не оцинкован. Остальная вся машина у нас оцинкована. Кроме крыши, наверное. Да, крыша и капот у нас не оцинкованы. Ну, эта машина вроде бы идет у нас без окраса вторичного. Давайте посмотрим. 119, 111, 115. Да, все в родном окрасе. Вот такая вот цена. Но в любом случае, мне кажется, это все равно дорого. Ты же видишь, что жучок сверху там. Да, вот видно, что где не заклеивается, где прилетают у нас сколы, сразу видно, уже выступает ржавчина. Да. Вот вам и хваленые, то, что говорили, ржаветь не будет. Вот хорошенький Coolray так тоже. Почему-то очень с маленьким пробегом продают автомобили. 22 года выпуска. Так, автомат. 13 тысяч километров пробега. Цена 25 тысяч 900. Очень маленький пробег. Давайте посмотрим по лакокрасочному. Хотя бы морду пробежимся. О, так. Или он, подожди, или полностью в пленке. Возможно, что полностью. Там еще нет ни сколы. Да, да, вот смотрите, тут часть крыла заклеена. И, скорее всего, полностью капот. Да, скорее всего, полностью капот у нас заклеен. 284. Да, крыло у нас идет нормально. 116. Такой автомобиль. И вот по этому автомобилю мы, по-моему, про ржавчину говорили. Нет, наверное, следующий. Этот у нас получается 20-го года. 90. Ой, 9 тысяч километров пробега. 9 тысяч. И цена у нас 23 450. И дальше у нас стоит еще один кулерей. Цены, правда, нет. Ну, вот смотрите, прилетали сколы по этому автомобилю. Давайте проверим, что она не крашена. Видите, до 100 микрон не крашена. Но все сколы полностью ржавые. Раз ржавчина, два ржавчина. Три, четыре, пять, шесть, семь. И даже под пленкой, где у нас, получается, сколы прилетали. Да, сильный удар. Видите, пленка. И даже там выступает ржавчина. Ну, на крыше вроде бы... А, крыша тоже, вот эта часть обклеена пленкой. Тут у нас, тут оцинковано. И все по заводу. Двери тоже. Давайте перейдем к простым нашим атласам. Которые так полюбились многим. Итак, Geely Atlas. 18-й год, 2,4 бензин, автомат. Полный привод, 65 тысяч километров пробега. И цена 25 500 долларов. Вот такой автомобильчик. Как вы знаете, у нас Geely Atlas не оцинкованный. Оцинкованный у нас только заднее крыло. Заднее крыло оцинкованное. И, по-моему, пороги, да? Мы как-то обсуждали, что пороги... Стойкие. Да, стойкие и пороги. И заднее крыло только оцинковано. Все остальное у нас без цинка. Но, видите, тоже за такие деньги у нас машина имеет очень много каких-то таких вот косметических дефектов. Все готово. Так, дальше у нас смотрим. Geely Atlas, 18-й год, 2,4 бензин. 68 тысяч километров пробега. Цена 24 300 долларов. Ну и тоже в заводском окрасе. По Atlas мы пробежались. И битых практически мало, не нашли вроде бы. Так, получается, 19-й год, 2,4 бензин. Передний привод, автомат 22 900 долларов. Капот в родном окрасе. Крыло в родном окрасе. Но тоже, видите, дефектов очень много. Мы видим где-то очень много, где сколы на лобовом стекле, царапины на кузове. Очень много каких-то таких повреждений. Но, скажем так, за эти деньги, мне кажется, машина должна быть в идеале. Так, здесь у нас получается 19-й год, 1,8 турбо, автомат, полный привод, 82 тысячи километров пробега. И цена 23 950 долларов. И вот тоже, видите, где сколы есть, капот не оцинкованный, и они уже все эти места ржавеют. Особенно это видно на белых автомобилях. Рейлинги пускай обращают внимание. Да, и вот в этих местах облазят рейлинги. Тоже, когда при покупке, если что, обращайте внимание. Ну вот, то, что я вам говорил, на лобовых стеклах очень много трещин. Вот эти вот... Понимаете, что при покупке вам сразу придется менять лобовое стекло. Джили Атлас, 19-й год, 1,8 турбо, автомат, полный привод, 45 тысяч километров пробега, цена 23 500. Ну, морда... Здесь почему-то лак. Да, здесь лак очень много полез. Раз, два. Да, места, где полез лак. Раз, два. Какая покраска как-то вообще... Ну, как мы посмотрели, вроде бы двойного окраса нету, но... Но лак полез. У нас Джили Атлас, 19-й год, 1,8 турбо, передние 76 тысяч километров пробега, 22 900. Ну и сразу видно на белом, как у нас автомобиль ржавеет. Любые скволы сразу покрываются ржавчиной. И на этом автомобиле, скажем так, очень много. Давайте посмотрим, крашен или нет. Нет, капот не крашен. Хотя, немножко многовато. Как по мне, 130 для капота. Ну-ка. Да, мне кажется, что этот капот был крашен. Возможно, его меняли и уже плохо подготовили. И поэтому он у нас пошел ржаветь. Вполне возможно, но... 125. Ну, как-то многовато. 126. Хотя везде у нас, по-моему, на Атласах идет до 100... Хотя нет, 115, 116. Нет, в принципе, наверное, да. Но в любом случае, надо обращать внимание, что это все подвержено у нас коррозии. Хотя вот даже, смотрите, у нас крыло. Крыло 157, 158. А вот крыло точно крашено. 172. Возможно, и капот тоже, потому что, смотрите, крыло у нас бьется 144. Тут где-то превышение даже было. 144, 136. Сейчас найдем шпаклевочку. Эх, где? Вот, 177. У нас уже вот в этом месте шпаклевка. И, естественно, капот уже ржавеет. Вот скола. 18 750. А, 18 750, наверное, самое дешевое, наверное, да. Это за счет того, что механика, да. Давайте вам расскажем, что это Джили Атлас, 20-го года, 20-го. 2.0 бензин, механика, передний привод, 51 тысяча километров пробега. И цена у нее 18 750. Это как раз для Димы. Да, 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 да. Спрашивал, какая цена там будет. Вот такая цена. Ну, и автомобиль я смотрю пока по морде. По-моему, более-менее еще даже живой он. Да, и по морде я смотрю, что... Особых сколов нет. А, дверь крашена. Крашена, да? Да. Дверь у нас крашена. В некоторых местах даже со шпаклевочкой. Ох, 356 по боку прилетало этой машине. Вот вам и получается, что чуть дешевле. Ваня, прилетало или по гарантии? Нет, тут, скажем так, по гарантии... Конечно, оно тебе равномерный второй слой просто где-то что-то подкрашивали. А так уже получается тут 400, 443 микрона. Это очень много. Здесь у нас... Эта дверь у нас по заводу. Задняя часть по заводу. Здесь по заводу. Давайте посмотрим эту часть. Это по заводу, в принципе, все. Вот, значит, получается, одна дверь у нас бита. Ну, в любом случае, цена неплохая. Одна дверь бита, это ничего там страшного нет. 50 тысяч, в принципе, пробега. Да. Еще, я думаю, они скинут какую-то сумму, правильно? Да. При торге. А так, как бы, более-менее аккуратная машинка. Да. Ну, и вот вам стоят Акованги. Новые, новенькие. Тугелка, Акованга. Они что же не оцинкованы? Оцинкованные, кроме крыши и капота. Крыша не оцинкованная. И капот не оцинковый она. Остальная она вся, в принципе, в цинке. Однозначно тоже надо заливать пленкой капот, значит. Потому что будет точно так же. Да, да, будет ржаветь. Все то же самое. И, как вы уже поняли, как мы на кудры показали, затягивать надо полностью. Да, не часть. Полностью весь капот, не часть, да. И крышу, наверное, часть. Потому что тоже вижу. Да, да, да. Полосу до люка, до люка надо клеить. А кто делал, что, по-моему, вся, да, оцинкованная? Тоже, по-моему, кроме капота. Нет. Капот оцинкован. 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 Вот, кроме крыши. Крыша не оцинкована. Остальная вся, она оцинкована. Ну, то дело совсем другое автомобиль, но и совершенно другая цена. Ну, что, друзья, вот такой обзор цен был у нас на бывшем автомобиле у дилера Джили в Минске. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, что думаете по поводу этих цен. Всем до новых встреч. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова